Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас достаточно неожиданная встреча, потому что, если гора не идет к Магомету, Магомет всегда приходит к горе. Все началось с 305-го звонка, который я уже, в общем-то, не обращала внимания, потому что у нас постоянно какие-то звонки раздаются. Ну, так работают у нас робоколы. И этот звонок был от Евгения Левина. Я на всякий случай перенабрала, написала, и это оказался живой Левин. Ну, раз живой Левин, то я сразу его представлю, если вы еще не забыли. Это издатель газет «Панорама», LA и «Пятница». Я думаю, что те, кто интересуется русскоязычной прессой Америки, конечно же, знают это издание. Ну, раз мы уже говорим об издательском деле, то у нас есть еще один издатель, наш любимый Игорь Цесарский. Это «Континент». Это у нас, можно сказать, гуру и глава стаи. Игорь, привет! Женя, привет! Привет! Я думаю, что нам, конечно, сегодня есть о чем поговорить. И особенно, когда появляется у нас Евгений Левин, мы всегда говорим о Калифорнии. В самом большом и самом интересном штате, из которого вменяемые люди убегают. Потому что невменяемых там очень много. Женя, привет! Ты, наверное, относишься к категории самых вменяемых в твоем штате. Ну, наверное, в нынешней ситуации полувменяемый. Спасибо за такое представление. Ну, Калифорния не только необычайно красивая, большая, это еще самый прогрессивный штат нашей страны, который задает тон во многих вещах, которые затем переходят на другие территории. И вот события последних, скажем, двух недель тому яркое подтверждение. В конце февраля я получил приглашение Сакрамента на публичные слушания, связанные с проблемой репарации. Эту тему неоднократно задрагивали. И то, что чернокожим гражданам Калифорнии и Соединенных Штатов собираются выплачивать какие-то суммы. Вы говорили в своих передачах, об этом шла речь и в эфире ведущих каналов. И причин на то много. Эта тема очень популярна. Те притеснения, которые были, и почему их потомки должны получать деньги. И вот эти слушания специальной комиссии, это ТЭС-Форс, состоялись 2 по 4 марта в столице штатов Сакрамента. И комиссия это вынесла соответствующие рекомендации, которые 1 июня должны поступить в законодательное собрание штата, это в Ассамблею и Сенат, где они, скорее всего, будут приняты. И затем они лягут на стол губернатору Гевину Ньюсома, который, кстати, сам инициировал создание этой комиссии. И вот, судя по тем рекомендациям, которые есть гражданам Калифорнии, надо будет выплачивать по 365 тысяч долларов каждому из потомков, пострадавших во время периода рабовладения Калифорнии, которого официально в штате вообще не было. И таковых 1 миллион 800 тысяч. Иными словами, общая сумма, которую штат собирается в виде материальной компенсации дать на эти репарации, это 640 миллиардов долларов. Я не оговорился, именно 640 миллиардов долларов, при том, что у штата нет положительного сальдо, нету сарпласса. И откуда взять эти деньги? Вот эта комиссия сама и рекомендует, что нужно и налоги повысить, на недвижимость, также дополнительный налог, вот деньги и появятся. Ну, это как бы инициатива для всего штата. А вот местные товарищи также не отстают, а в некоторых случаях даже опережают. И подтверждением тому произошедшее вчера, 14 марта, в Сан-Франциско, заседание Совета управляющих этого города, это Board of Supervisors. И перед ними предстали члены другой комиссии, местной, созданной уже в этом городе, в городе Туманов на заливе. И они предложили несколько иную сумму, поскольку посчитали, что чернокожие жители Сан-Франциско пострадали в гораздо большей степени, чем иные. И необходимо будет выплатить им, опять же, это сумма предложенная и должна быть утверждена после 1 июня по 5 миллионов долларов. Правда, их уже не сотни тысяч, не миллионы, а, судя по некоторым данным, от 45 до 55 тысяч. Опять же, где взять эти деньги, кому будут выплачены эти суммы, это еще вопрос. Но комиссия вынесла около 100, по-моему, 10 рекомендаций, среди которых это исписание долгов, довольно это интересная тема, и предоставление жилья или гарантированного дохода в размере 97 тысяч долларов на каждого потомка пострадавших в течение 250 лет. И я просто просмотрел транскрипт выступлений во время заседания этого совета и то, что говорили городские советники, которые, в общем-то, супервайзеры они называются, которые практически все поддерживали за исключением, правда, были сомнения не в плане того, надо ли выплачивать, а в плане, может быть, какие-то еще формы предоставить и в качестве создания институтов, и специальных банков, и желающие могут заглянуть вообще на веб-сайт городского совета Сан-Франциско и убедиться, что это отнюдь не фантазия, это не фейк, это то, что там обсуждалось. Похожие комиссии создаются сейчас буквально в разных городах Калифорнии, в том числе и в Лос-Анджелесе есть такая комиссия. Она пока еще не вынесла соответствующие рекомендации, но я не сомневаюсь, что и таковые будут. И вот вопрос, почему нужно выплачивать, какая связь между рабовладением, которое было в основном в Южных Штатах, но не было в Калифорнии, и почему эти люди пострадали. Вот есть объяснение, созданы специальные группы, по-моему, это при Стэнфордском университете, при Сан-Франциском университете, которые изучали этот вопрос и вынесли также свои рекомендации. Приехали туда чернокожие, главным образом, во время золотой лихорадки, они там жили, они жили в плохих условиях, они не могли получить соответствующее здравоохранение, услуги медицинские. А вот их потомки пострадали. И вот среди тех, скажем, критериев, по которым будут выплачиваться тем или иным лицам эти 5 миллионов или иная сумма, необходимо было жить в Сан-Франциско, если не ошибаюсь, с 1946 по 1994 год, 13 лет беспрерывно. Неплохо было, если кто-то находился в тюрьме, это также считается доказательством, или же лечился от наркотиков, поскольку и наркотики, и преступность напрямую связаны с тем образом жизни, который белые создали для чернокожих. Ну а теперь история вообще, я бы сказал, анекдотичная. И поверить в это трудно. Я не знаю, слышали вы о теме экологического расизма. Лена, что-то проходило такое или нет? Ну, проходило. Ты понимаешь, когда я слышу слово «расизм» в контексте 21 века, и особенно в 22-м, 23-м годах, у меня вызывают вопросы. А как они вообще доказывать все это будут? У нас главный человек, который всегда в предвыборной кампании участвовал, когда и говорил о расизме, это Камала Харец. Это человек, чьи предки по линии отца были рабовладельцами. Да, вот она всегда поднимала этот вопрос. Я хочу посмотреть, сколько Камала Харец лично. Я считаю, что потомки рабовладельцам должны платить. Если вы хотите уже... Подожди, она должна получить, Лена. А не платить, а получить. Она и получит, и заплатит. Нет, нет, нет. Вы сейчас перевели стрелки. Вы перевели стрелки. Давайте так. Если есть комиссия, которая подсчитывает, сколько было потомков рабов, то должна быть создана комиссия, которая посчитает, сколько было потомков рабовладельцев. И тогда вот те, кто нажились на тех потомках рабов, даже не потомках, а предках, вот пусть они и платят. Но мы какое отношение... Послушай, мы какое отношение имеем? Когда мы говорим сейчас о вот том безумии, которое предлагает Калифорния, у меня вопрос возникает. Ведь вот то, что рухнуло, Silicon Valley Bank, он рухнул. Вот одна из причин. Это вот то, что давали в схем подряд по принципу... По-моему, 73 миллиона делали. Что? BLM дали 73 миллиона, кажется. Вот 73 миллиона. Жень, подождите, у меня вот цифра... Ну, этим мы берем... Подожди, экологическое сейчас ты расскажешь. Ответь мне сначала... Вернее, не ответь, а порассуждай, может быть. Я услышал цифру, да? Сколько? 640 миллиардов ты говорил? 640 миллиардов. Я не ослышался, да? Нет, совершенно нет. Это официальная цифра. Значит, бюджет Пентагона, насколько мне помнится, 858 миллиардов. Хорошо, наверное. Значит, нам... Одна Калифорния, ну, если выплатить все, о чем разговор идет, это, ну, близко к бюджетам Пентагона. А теперь у меня возникает, как Лена любит говорить, у меня возникает вопрос, у меня тоже возникает вопрос. А чем чернокожие там Джорджи хуже, чем Алабамы и других штатов? И если все они одновременно поднимутся и скажут, ребята, Калифорния хорошо, но давайте и нам, и давайте мы тогда посчитаем, сколько же триллионов эта сумма будет. Если ты помнишь, я начал свои комментарии с того, что сказал, что Калифорния, она подает примеры, она самый прогрессивный штат. И это именно так, потому что во многих штатах сейчас смотрят, что произойдет в Калифорнии. Трудно сказать, будет ли примета вся эта сумма или частичная, но ты абсолютно прав, что в тех штатах, где действительно было рабовладение, они могут поднять вопрос. Я сейчас вернусь к экологическому расизму, потому что это довольно показательно. Говоря о заседаниях комиссий, скажем, комиссия, которая заседала в Сакраменто и приняла вот эти 364-365 тысяч на каждого, один из членов этой комиссии, я посмотрел, он по происхождению японец, и он адвокат, который на протяжении длительного периода боролся за права интернированных японцев в годы Второй мировой войны. И вот я подумал, что этот человек, поскольку практически все члены комиссии, они черные, вот один такой, как бы... Японец. Как бы, я шукан, так и скажи. Он американец, японское происхождение. И он дал интересный вот комментарий его был. Я думал, что это как-то голос разума. Он сказал, что, ну разве можно сравнить те 4 года, которые провели американцы японского происхождения в лагерях с 400 годами, рабство. Вообще это разные вещи. У меня тут же возник вопрос, а как насчет евреев, которые были в концлагерях? Потому что, ну можно сказать, двойные стандарты. А почему евреям нужно платить? Или почему армяне требуют за геноцид? Или почему японцы? И ответ, как мне кажется, достаточно простой. Вот эти репарации, которые получают, ну скажем, даже в нашей общении некоторые, эти репарации выплачивали с тем, кто непосредственно пострадал во время Второй мировой войны. Или в годы оккупации. Или находился, почему немцы выплачивали? Тем, кто был в лагерях, жертвам холокост. Им, а не их потомкам. Это первое. Если кто-то хочет добровольно оплатить потомка этого личное дело. То же самое происходило с японцами. Выплачивали тем, кто был интернирован, кто находился здесь же, в Калифорнии, в этих лагерях. И выплачивали непосредственно им. Они спустя много лет. Вот на заседании уже следующем, в котором я говорю, где было 5 миллионов в Сан-Франциско. По-моему, у троих членов городского совета из 10, их предки приехали из Европы. Были в лагерях в Холокосте. И вот мне было, во время периода Холокоста, мне была просто интересна их реакция. И вы можете посмотреть транскрипт. И вот они, пожалуй, одни из наиболее активно выступавших за то, что да, это практически то же самое, и мы, как никто другие, понимаем, что нужно выплачивать. Я сейчас не хочу даже комментировать. У людей такое мнение. Ну, тут не переубедить. Это, Лена, ответ на твой вопрос, почему мы, а почему они, да? Те, кто пострадали, они как в автомобильной катастрофе. Кто-то стал там инвалидом, ему выплачивают там страховая компания или тот, кто виновен. Но почему нужно выплачивать спустя несколько поколений его потомкам? Мне кажется, где-то аналогично должно происходить. Калифорния невероятно просто в своих потуках опередить другие штаты. Вот один из них это связанный с экологическим расизмом. Когда я первый раз увидел, что в Лос-Анджелес Таймс, а у нас есть определенное отношение с Лос-Анджелес Таймс, появилась заметка с эко-расизмом. Я подумал, что это шутка. И кто-то ее переслал там. Ну, такой фейк. Потом я смотрю, автор статьи довольно известный, Рот. И он основывает свой материал на исследовании, которое провел Южно-Калифорнийский университет здесь, в Лос-Анджелесе. И исследование довольно глубокое. Интересно, кто его финансировал и сколько оно стоило. Которое доказывает, что в районе Большого Лос-Анджелес дороги проходят специально через районы, где живут чернокожие люди. И загрязнение воздуха там гораздо выше, чем в иных других районах города. И почему дороги не проходят, скажем, там, где живут белые? Это прямо в статье говорится. Почему они не проходят, я не помню, там, через Биро или Хиллс или все. Почему они не проходят? Почему они проходят в Южной части? Но так сложилась инфраструктура города на протяжении, я не знаю, там, 50 или 100 лет, что фривые шли туда. И в статье даже говорится, что специально якобы заезжают в эти районы на дорогих машинах и загрязняют воздух. И с этим нужно сделать. И это борьба уже с экологическим расизмом. Я не знаю, что может быть следующее. Что еще придумают. Откуда выкачать деньги или доказать, что такое существует. Я не знаю, есть ли подобное, скажем, в Техасе или в Нью-Йорке, Лена? Ну, в Нью-Йорке, понимаешь, есть антипа, есть BLM. Есть BLM, есть масса вот такого, что, как тебе сказать, деньги надо получить любым способом. Вот они и получают. Они и получают. У них равные возможности. Давным-давно, особенно в Нью-Йорке. Но ты смотришь на эти районы, в которые лучше не заезжать, и заезжаешь. Потому что гораздо проще пользоваться этим патернализмом, когда тебе должны. Государство тебе должно. Из поколения в поколение они сидят на медикейте. Они сидят на бесплатных страховках. Они не хотят работать. Но среди них есть, конечно, нормальные люди. Есть определенный процент, которыми можно гордиться. Которые уходят из этого гетто внутреннего. Они сами себя загоняют в это внутреннее гетто. Мы знаем вот эти так называемые праджекты, где выдают эти квартиры, которые стоят, собственно, аренда практически в разы дешевле. И вот они живут. А женщины, мы всегда говорим, расизм. Так вот первое и главное, то, о чем мы говорили и говорил тот же Балант, это уничтожение нуклеарной семьи. Вот это все убивает нуклеарную семью. Когда мать собирается рожать 10 детей от разных мужчин, зная, что ей за это будут платить. Ей государство будет оплачивать каждого ребенка медицину. И она прекрасно за этот счет живет. А потом в результате ты смотришь, вот такая мамаша подъезжает на своем Мерседесе, потому что это для нее престиж. Потому что дорогие кроссовки за полторы тысячи – это престиж. Но ей наплевать на своих детей рожденных как средство зарабатывания денег. Вот это самое страшное. Что сознание, вот эта расовая несправедливость, причем своих по отношению к себе, черных людей по отношению к себе, пойди в хорошую школу, начни учиться, начни читать. Но сейчас кто виноват, что чернокожие ребята заканчивают школу, не умея ни читать, ни писать? Наверное, сами. Или же учителя боятся туда зайти. Наверное, тоже сами. Это система создана такая. И ты абсолютно права. Ты знаешь, вот одна фраза говорит, что есть среди них нормальные. Иногда это звучит так. Не надо обобщать, я согласен. Есть очень хорошие, я знаю очень хороших ребят. Я знаю врачей хороших. И ты знаешь, я хочу привести пример одного человека, который... Женя, извини, речь идет о проценте. Речь идет о проценте. Я хотел привести пример одного человека, имя которых хорошо известно. И вот когда я сказал, упомянул, что я получил статью, в Лос-Анджелес-Сайд, мне показалось, что это фейк, что это не может быть. И это, в общем-то, ситуация несколько похожая. Я хотел бы перейти просто на другую тему. Речь идет о Кандализе Райсу. Когда-то было у нас интервью с ней, которая свободно говорит на русском языке. У нее, по-моему, небольшой такой прибалтийский акцент. Но она как музыкант, в общем, подхватывает легко. И мне несколько человек прислали заметки из российских СМИ, даже из европейских СМИ. Одна была здесь американская, что даже Кандализа Райс, несмотря на ее происхождение, и те должности, которые она занимала, она спорит с Байденом в отношении его политики, касающейся Украины. И она выступает против того, чтобы Украине нужно помогать, и Украина никогда не станет членом НАТО, и так далее, и тому подобное. И речь шла о ее статье опубликованной, я не знаю, вы говорили об этом или нет, это Вашингтон-Пост вместе с Робертом Гейтсом, бывшим министром обороны, а также интервью, которое она дала 26 февраля, это Face to Nation, SBC. И она, и мне говорят, ну вот если, Коля, она уже так говорит, тем более она и чернокожая, тем более она и занимала такие должности, то, наверное, что-то администрация делает не то в отношении Украины. Я тут вспомнил фильм, был такой много лет назад, Софи Каппелы «Трудности перевода». Это был чисто такой момент. Она действительно сказала, что... Я не очень понял кандализа, как вот... Черными. Я просто, ну, Лена затронула черных, я просто хотел... Я бы не... Ну, понятно, кандализа видная была дама, но мы немножко не в той теме. Я просто хотел сказать, насколько исказили то, что она говорила, абсолютно. Ну, это... Это все, Женя, это медиа. Это медиа так работает, но было... Много говорилось о том, что вот она чернокожая, мол, чернокожие должны как бы поддерживать администрацию. Все понятно. Скажи, пожалуйста, смотри. Вот это мы назвали, опять же, суммой, мы порассуждали с логической точки зрения, как это вообще... Какое отношение кто к чему имеет? Логика здесь ни при чем. Понятно. Ну, смотри. Станок запустят, напечатают этих фантиков сколько угодно дальше. Но мы знаем, вот когда лотерея, допустим, проходит, когда человек маргинальный какой-то выигрывает даже несколько миллионов, что происходит? Как правило, в 99% случаев у него от этих миллионов ровным счетом ничего не остается буквально за, в лучшем случае, за несколько лет. Не так ли? Так как вообще представляют эти умники себе вот эту раздачу? Очень просто. Ты затронул, Игорь, ты затронул очень хорошую тему, потому что среди тех комментариев, которые были по поводу выделения денег, один из таких главных доводов сторонников, что эти деньги вернутся в экономику страны. Им выделят 5 миллионов, и они вернутся. Я хотел спросить, через что? Через паундшапы? Через какие-то другие вещи? Через картели, которые получат... Ну, действительно, какая-то часть приобретет, наверное, недвижимость. Кто-то купит автомобиль. Будут за школу им платить, кстати, вот одно из предложений, что должно быть бесплатное образование, а бизнесы для чернокожих должны быть в привилегированном положении. Прямо так и пишется. И должны быть созданы банки, которые будут выдавать беспроцентные кредиты. Вы можете просмотреть эти материалы, это все есть. Куда эти деньги вернутся? В какую экономику? В какой Америке или какого штата? Ты прав. Это немного напоминает, как выигрыш лотереи, что происходит за тем. Вы знаете, у меня, честно говоря, вопрос совершенно другого плана. Создавать такой прецедент внутри страны в 21 веке. Я считаю, это преступление перед теми людьми, кто здесь живут, платят налоги, рожают детей. Это обрезать своим родным детям путь в будущее. Потому что им за это все платить, и нам за это все платить. При этом обратим внимание, о чем речь идет. Речь идет не только у демократов, речь идет у республиканцев, в частности, об этом говорит Рон де Сантис, об увеличении рабочего возраста до 70 лет. То есть до 70 лет они хотят, чтобы люди работали, а вот эти люди будут платить и оплачивать все. Хотят немножко сокращать миликейт, который необходим. Это та система, которая, в общем-то, после 65 лет пользуется. Это очень важная система пенсионного обеспечения наших работающих людей, которые всю жизнь откладывали на эту пенсионные планы. Это разорение тех людей идет элементарное перераспределение благ. Вот о чем речь идет. Мы всю жизнь работали, точно так же. Мы не имеем никакого отношения к вашим предкам, которые, извините, были в рабстве. Сколько лет? 160 лет тому назад, 150 лет тому назад они были в рабстве. Сколько можно дальше раскручивать эту тему? Но они же не смотрят, как мы тоже говорили с Палантом, они на Солуэлла не смотрят, они его не читают, они понятия не имеют, кто, они не знают, кто такой Карлсин, они не знают об этих людях, которым можно гордиться. В конце концов, возникает вопрос. А вы что-нибудь знаете вообще о том человеке, чей день рождения мы отмечаем вообще в январе? Мартин Лютер Кинг Джуниор. Люди, которые в 64-м году все сказали, которые ходили с маршами. И благодаря этим людям у нас уже давно полное равноправие. Полное равноправие. Но у нас, извини меня, даже affirmative action уже отменили. понимая, что этот affirmative action идет не на пользу всем, потому что он отдает предпочтение людям не по их интеллектуальным способностям, знаниям, а по тому, что является тем, что дано свыше, природой, генами, богом, как хотите называйте. Цвет кожи, национальность. Это все из категории независимой от вас. Это ваша генетика. Или это ваши предки были такого цвета. Поэтому, когда начинают на этом спекулировать и начинают отдавать какие-то предпочтения в стране, где есть равные возможности абсолютно для всех, были равные возможности для всех. И это очень важно понимать, что были такие равные возможности. А на всех не хватает, потому что кто-то должен работать, а кто-то должен только получать. И все говорят только дай, дай, дай. Откуда это дай взять? Женя. Откуда его взять? Вопрос еще. Погоди. Погоди. Вопрос. Ты же читал документы. Вот мне интересно, как комиссии будут вычислять. Вот смотри. Допустим, живет в Калифорнии часть людей, которые пересекли недавно границу из Горите, чернокожие. Живут люди, которые приехали из африканских стран, предположим, там Гана, Нигерия, какие угодно. Они чернокожие. Они подпадают под получение? Ну, нет, они не подпадают. Нет. Нет. У них довольно жесткие критерии, при этом все-таки есть 1 миллион есть критерии. Но, скажем, для Сан-Франциско они должны жить там 13 лет, с такого-то по такой год и так далее. Там расписано. Они не настолько, они не хотят сказать слово глупые, они не настолько наивные, чтобы всем, кто вот даже прибывшим сейчас, те получают свое, те идут как бы по другому департаменту. А межрасовые там учитываются, Женя? Межрасовые. Что-то имеется на межрасовые отношения? Не, если кто-то в предках был один, скажем, черный, другой, белый, или азиат, или кто еще. Но мы сейчас будем говорить о Нерембергских законах или мы будем говорить о нашей сенаторше, которая на одну 24-тысячную была индианка, так сказать, индейка. Но мне интересно знать, как будут вот это все, то есть, понимаешь, кто будет сидеть, как это будет. Я скажу заранее, что это будет. Лен, почему говорят, что такая сумма, кто это будет добиваться, поверьте мне, с большим уважением к адвокатской практике. Будет столько желающих этой братьи подключиться и заработать на этом и доказать, что тот был потомком кого-то. Что интересно, во время этих слушаний в Сан-Франциско, я просто посмотрел один из выступавших, по-моему, это даже был чир или вайс-чир, представитель этой комиссии. Он сказал, что они проследили его предков, которые приехали из Камеруна. То есть, это было где-то в 1600 или 1700 каком-то году. И мне бы хотелось спросить у этого человека, а может быть, это какой-то царек в Камеруне продал тем рабовладельцам его, и это еще находился он там, в рабстве, или это никто не знает. Но поверьте, что будет столько желающих, если выделяются средства университета, которые занимаются проблемами экологического расизма, как загрязнение воздуха в черных районах отличается от другого, если созданы при других университетах в Северной Калифорнии, которые еще более либеральные, специальные группы, работают институты, да это же просто великолепный бизнес, на котором будут наживаться и государственные деятели, и те, кто при этой кормушке. Лена, ты сказала, что как такое может быть, и как смиряться с этим, извините меня, а что произошло с долгами за образование, как администрация приняла решение списать эти долги, речь тоже идет о миллиардах долларов. Подожди, какое решение? Это в Калифорнии, пока что это только в Калифорнии. Ну, ну, я понимаю, студенческие лоны, но есть же такое... Их пока не подписали. Я знаю, но... А в Калифорнии, в Калифорнии, да. Я просто говорю, что это... Это только вас, это система, она так работает. Найдутся, когда видят, что такие деньги, найдется машу желающих доказать, что они, да, что их притесняли и все. Я просто, я когда... Я не хочу тратить время и читать отрывки из выступлений этих людей на этой комиссии, но там просто полный маразм. там идет, идет с одной стороны, если они относились к LGBTQ, а там таковых много, то они страдают еще и по этой линии и все. И наверняка что-то есть, и наверняка кто-то не мог поселиться в каком-то районе, было ли это в 40-х годах или 60-х, но сейчас отсидевший в тюрьме это один из хороших показателей, это критерий, что он пострадал от системы. Кто-то, отсидевший в тюрьме, должен получить компенсацию, я даже не говорю в 5 миллионов долларов, а даже в 100 тысяч долларов. Причем там, что касается бизнеса и жилья, по-моему, одно из предложений для когда минимум там до 1 доллара в месяц платить, то есть там какие-то суммы совершенно невероятные. Я не знаю, пойдет ли это в эти 5 миллионов или это еще дополнительно. То есть комиссия работает. Женя, вопрос. Что за комиссия создать? Жень, прости, они принимают все, что они хотят. Вот эта комиссия, насколько она представляет народ, кто ее выбирал и существуют ли еще какие-то законы государства Соединенных Штатов Америки на территории Калифорнии. Почему я говорю? Потому что Калифорния самый инструктивный штат. Количество людей, которые убегают из Калифорнии и не желают здесь жить, зашкаливает. Идет великое переселение народа. Тогда в таком случае вопрос. Вот если те люди, которые способны были платить, а я сегодня говорила уже в передаче на троих в другой передаче, о том, что все вот эти хай-тековские компании Силиконовой долины, они сейчас резко сокращают своих сотрудников. Ну, потому что сколько нужно таких на виртуальный мир. Мы говорим о виртуальном мире. Нужны люди, знающие хай-тек совершенно в другой промышленности. Но они сидят, вот Амазоны всевозможные, Фейсбуки, Мэтты, Ютубы, кстати, тоже, Гоглы, они все вот там, да, они все там пучкуются. Это те люди, которые имеют работу, сейчас их тысячами увольняют. Значит, они будут переезжать в те места, где будет работа. Это, скорее всего, будет не Калифорния. Значит, вместе с ними уедут вот эти деньги и налоги. Как быть в этой ситуации? Кто будет платить? Откуда у Гевина Ньюсома такие деньги? Но я понимаю, он из рода гетти. Я понимаю, что там денег много в том роду. Но не столько. Но все люди, которые сейчас предлагают, ты посмотри на всех руководителей твоего штата. Там просто клейма на вот этих популистах ставить негде. И это те люди, которые разрушают не только Калифорнию, они разрушают Америку. Потому что если бы они нафиг отделились, понимаешь, ну да, с другой стороны, они наиболее владежеспособны. Штат. Самый богатый штат считается. Или был раньше? Как сейчас? Ну, во-первых, ты задал вопрос, кто создал эти комиссии, кто их выбирал. Эти комиссии никто не выбирает. Их назначают. Назначают ли их губернатор штата, как это было со штатной комиссией, или назначают их совет супервайзеров, как это в Сан-Франциско или как в Лос-Анджелесе, где тоже работает аналогичная комиссия. Это первое. Это не выборные должности. Второе, то, что они делают, это рекомендации. Рекомендации могут принять полностью, рекомендации могут частично принять, но при той атмосфере, которая существует в штате, я думаю, что значительная часть вот этих прогрессивных рекомендаций будет как бы одобрена и она пройдет. Что касается денег, вот что уезжает, что происходит, ты сказал, переселение, я бы сказал, происходит замещение, а не переселение. Одни уезжают, другие приезжают. Это не обязательно, скажем, через южную границу нелегалы. Приезжают в Калифорнию, люди также приезжают. Я сомневаюсь, что в таких количествах как уезжают, это как бы разные категории, может быть, даже важнее, то, что люди уезжают, а то, что бизнесы уходят из Калифорнии, потому что та атмосфера, которая создана для компаний и связанная с налогами и с другими вещами, она многие бизнесы делает, но не рентабельными и бизнесы уходят. Бизнесы уходят, уходят и люди и так далее. Это процесс, который происходит здесь на западном побережье, он, кстати, наверняка характерен и для других штатов запада, в Сиэтле очень много похожих предприятий, хай-тековских и в других районах. Вот такая ситуация здесь сложилась. Ты говоришь отделиться, но есть желающие создать три штата на месте Калифорнии. Южная Калифорния более прогрессивная, Северная Калифорния прогрессивная, Центральная Калифорния более красная, скажем, республиканская и Южная Калифорния, которая тоже распределена между Графством Оранж, Сан-Диего, Лос-Анджелесом, Графством Риверсайд. Это произойдет ли это, разделим, о чем будем говорить. Дробление, кто-то шутит, что здесь новая Украина будет, Америка будет воевать с Калифорнией. Это все, скажем, фантастично. Женя, вопрос тогда практически в другом ключе мы должны как бы сосредоточиться. Мы говорим сейчас о Калифорнии, мы говорим о том, что происходит такое движение и переселение. В Калифорнии есть вот те люди, которые законодатели, которые очень сильные и очень активные. Если мы говорим о Дайанне Файнстайн, то она баллотироваться не будет. В каком она состоянии? Да, она больше не будет идти на продолжение своей деятельности. Ей достаточно много лет. Сколько? 89? 90? Сколько? Очень удивительная. Очень удивительная женщина. Она пожилая дама, скажем так, политически. Хорошо, пожилая дама, не совсем здоровая. И сейчас, естественно, желающие хотят помоложе кого-то. Насколько есть шансы у Гевина Ньюсома, который очень амбициозный и, конечно, он бы пошел и в президенты, но ему пока сказали сиди тихо. И шансы у него стать президентом понимают. что ему такое говорили, поскольку он действительно амбициозная фигура. Имеет ли ему смысл из кресла губернаторского переходить в Сенат? Я сомневаюсь, потому что возможностей у губернатора гораздо больше. То же самое, как можно, скажем, дебатировать, а может быть, у Рона де Сантеса было желание стать сенатором. В Сенате можно отсидеть дольше, скажем, больше, может быть, шансов есть, чем быть... Но он здесь довольно прочно сидит. Если он действительно смотрит в какую-то сторону, то в сторону Белого дома, если это действительно происходит. Говорить о том, что здесь либералы стремятся, еще большие, скажем, либералы стремятся занять место Файнстайн, абсолютно права. И она по сравнению с ними может выглядеть как консервативная, я говорю, уже умеренная. Тот же Шифт еще другие люди с еще там три кандидата основных и неизвестно, кто из них, я бы сказал, хуже или более прогрессивен. Потому что это произойдет, это несомненно. Так же, как выборы на местном уровне. С другой стороны, кто стал спикером палаты представителей? Тот же человек из Бейкерсфилда, из Калифорнии. То есть есть разные районы, разные люди, нельзя говорить, что весь штат такой, но общая атмосфера в Калифорнии, конечно, еще та. вот так. Ну, вот на этой ноте вот мы с Игорем так вот переглянулись и решили задать один вопрос. И решили задать один вопрос. Игорь, ну, начинай, ты же очень интересуешься кино. Да, я страшно интересуюсь кино, но мало интересуюсь Оскаром, но дело в том, что мы как-то, конечно, затрагивались после этого. Вот Лена сделала Гриша специально об этом. И тем не менее, ты очевидец, вот, ты же всегда в курсе всех дел, которые происходят. Вот, ну, красную дорожку, как я слышал, я не смотрел еще раз, не хочу. Она не красная. Она не красная. Ну, чтобы не краснели за нее, кто, кто глядит на это. Хорошо, расскажи хотя бы в нескольких словах, что там происходило и вдохновила ли тебя эта процедура нынче? Если, если честно, я не присутствовал. Я был на дне рождения в это время. Я был на дне рождения в это время. Я был на Оскаре один раз. Место, где проходит вся эта церемония, раньше это был Кодекс, сейчас это Долби, он находится приблизительно, раньше находился где-то два, два с половиной блока от нашей редакции. И это был ужас на протяжении трех недель до и двух недель после, поскольку и движение, и те меры безопасности, которые там принимались, они просто не давали возможности добраться вовремя на работу. Сейчас мы немножко сдвинули в сторону и переехали где-то несколько лет назад, но в общем-то на той же улице. Сказать, что город жил Оскаром так, как это было раньше, отнюдь нет. Ведь Оскар это не только дорожка, не только эти меры предосторожности. Я помню, в нашем здании, где редакция была наверху, там снайперы сидели, и они это было, они заваривали люки, так как временно Сталина, чтобы ничего не произошло. Особенно это было после событий нью-йоркских 11 сентября, потому что все можно было ожидать. сейчас этот ажиотаж, связанный с Оскаром и после Оскара, ведь это же различные партии, которые проходят и в Биверли-Хиллз, и на бульваре Санцет, и в других местах, они уже не привлекают с той большой аудитории, как раньше. Я думаю, что вот эта атмосфера праздника отчасти она исчезла из-за эпидемии ковида, сколько не было, отчасти из-за того, что многие мероприятия проходили виртуально, зал был пустой, но сейчас они попытались как бы наверстать упущенное, и после Оскара, так же, как и раньше, там был заполнен зал, где зрители сидели и, в общем-то, обсуждали все это. Мне были знакомые на Оскар, и мне было интересно, что они почувствовали. Мне кажется, что в этом году он был не столь политизирован, как раньше, то, что Навальному присудили фильму или не присудили украинцам, мы можем обсуждать дело это вкуса или дело политики. Я первоначально не мог поверить, почему не разрешили Зеленскому выступать. Вы говорили на эту тему или нет? Говорили мы на эти темы, это не... Нет-нет-нет-нет, я хочу сказать другое. Заявление продюсера Оскара, вы говорили об этом? Когда он сказал... Он сказал, что это... Ну, вы посмотрите, кто это, он сказал, что то, что происходит, это войны белых людей. И поскольку на Оскаре... Ты видел, да? И поскольку на Оскаре не отражены войны of color people, то, мол, это не совсем правильно. Если это причина отказа или другая не столь важна, можно говорить, ну, вот той атмосферы праздника, которая всегда сопровождала Оскар, честно говоря, я в городе сейчас не чувствовал. Ну, все, я ответил. Все вот так, да, вот так произошло. Не был, не чувствовал. Не был. Не был. Не был. Пожалуйста, мы говорим сейчас о Калифорнии как о большом штате, в котором есть много красивых мест, много красивых городов, маленьких, больших. И мы говорим о Калифорнии как о штате, который был штатом красивых городов, красивой природы, красивых людей. Вот как бы ты сейчас определил свой штат, в котором ты живешь очень много лет. Если я не ошибаюсь, песня называлась Never Rain in Southern California. Что-то такое было. Ну, так у нас идут дожди. Идут дожди так долго. И вот это, хотел сказать, здесь такой термин, по-моему, может, не совсем корректный. Он создает хреновато задумчивую атмосферу этот дождь. И та солнечная Калифорния, которая, в общем-то, все это ассоциировалась, она в данный момент куда-то ушла. Штат очень красивый. Я просто сижу, я вижу здесь горы, покрытые снегом с одной стороны, а с другой стороны может быть полчаса ехать до океана. Там нельзя купаться, но тем не менее. Осталась ли Калифорния прежняя? Люди другие здесь. Многие вспоминают Калифорнию, какая она была еще там 15, я уже не говорю, 50 лет назад. И население, демография иная здесь. Но тем не менее, если отъехать от Лос-Анджелеса, где есть куча бездомных, где может быть не все так красиво на улицах, а в другие районы штата, это штат прекрасный, изумительный, и если бы им управляли может быть еще по-другому, то, наверное, лучшего места нет. Ну, да, бывает землетрясение, но где не бывает, как мы знаем. И снег в Калифорнии уже тоже есть? Еще какой, да. И снег в Калифорнии тоже есть? Ты понимаешь, когда мы говорим о метаморфозах, не все так плохо. Не все так плохо. Жень, ты понимаешь, когда мы говорим о метаморфозах, которые происходят в природе, они происходят всюду. Вот сейчас у нас все и сразу и везде. Идет какой-то такой всеобщий коллапс и какой-то пир во время чумы. и вот тот же Оскар, который дает какие-то с одной стороны позитивные эмоции, с другой стороны задает массу вопросов, это все отражение кино как отражение нашей жизни. Совершенно. Ты знаешь, Лазар, который отец Оскара, он позднее стал Луисом Мэйром, в общем-то его была идея. Я думаю, что в то время, когда он жил, тоже было не все так гладко, но есть люди и есть возможность и в плохие времена жить нормально. Да, мы начали с того, что атмосфера в Калифорнии, я имею в виду политический климат ужасный, но тем не менее приходится надеяться, я не собираюсь бежать из Калифорнии в другой штат, потому что оно как бы идет за нами, оно может оказаться где угодно и в той же Флориде и в других местах, и в Техасе, например, как у некоторых. Я правильно говорю, Игорь? То от этого не убежишь, просто страна стала другая. Действительно, мы приехали в другую Америку и с другими, может быть, планами, какие-то другие надежды были. Ну, есть маемо то, что маемо. Вот так, да, по-моему. Жень, я часто вспоминаю Стембека, путешествие в Чарли, в поисках Америки такой был. Уже перед самой кончиной он написал, он взял своего пуделька, что ли, там, ну, собачку, и проехал всю страну, вернулся там, в Калифорнию, где он родился, проехал в Калифорнию, через Техас, потом вернулся, и вот он в 60-м году, еще прошлого века, писал, какая стала страна, страшное дело, вот там тогда было так, а вот теперь вот эти ужасы, на грохочут эти, по дорогам ездят, фуры, вот, и так далее, и тому подобное. С людьми он сидел, общался, и вот, они тоже его раздражали. Если я не ошибаюсь, он жил в районе Монтерея, где-то там. Да, ну, то есть он специально вернулся в район детства, но он писал, как изменилась Америка, но если мы оглянемся на 1960-е, и о том, о чем мы говорим сегодня, то, слава Богу, что он этого не увидел, ушел в те времена, и, как говорится... Я хотел бы, чтобы эта передача, спасибо, что вы пригласили, закончилась на какой-то более положительной ноте, выглядывает солнце, может быть, и у нас на горизонте будет нечто похожее. Спасибо. Да, обязательно. Спасибо тебе. Спасибо, Игорь, тебе. И я думаю, что вот такие встречи с нашим другом Женей Левиным, Евгений, который, напомню, издатель, очень хорошего издания, «Панорама Л.А.» и «Пятница Экспресс». Рекомендую всем читать, ну, естественно, «Контимент», подписываться на наш «Контимент», для того, чтобы мы могли и дальше общаться с вами. Ставьте лайки, распространяйте видео, рассказывайте о нас, нам нужна ваша помощь, нажимайте колокольчики и будет вам счастье. Спасибо, что были с нами. Всех благ. Пока. Продолжение следует...